И снова добрый вечер, мои дорогие! С вами, как всегда, Алкабарт, та самая золотая осень, и мы, конечно же, будем что-то пить, ну, а заодно об этом обязательно поговорим. Поэтому достаем мы потребительскую корзину, вот она здесь есть, и достаем, собственно, посудку, достаем посудку, даже два вида посудки, и, наверное, собственно, что мы будем пить. А это будет, ну, как вам сказать, понятно, что вы уже увидели в названии видео, я даже так и быть поставлю, Балантайн Семерочка, на котором написано Бурбон Финиш. Самое интересное в другом, что это как раз и лежит, оно у меня довольно долго, и появилось оно довольно давно, то есть вот этот вот разгар пандемии, вот эта вот всемирная истерия, коронавирус, мы все умрем, и в этот момент Балантайн в конце 20-го года выпускает данный напиток. Они нам обещают 7 лет, и, соответственно, Бурбон Финиш, но я немножко не понимаю, в чем прикол. Я сейчас поясню, о чем я говорю. У них на сайте, если поднатужиться и попытаться перевести с английского, говорится, что 7 лет выдерживаются в традиционных для виски бочках, и потом полгода в бочках из-под Бурбона. Может, они подлизываются к американцам, хрен его знает таким образом, но, простите, а что такое традиционная для виски бочка? Это, в общем-то, Херес или тот же Бурбон. И вот с этого момента я начинаю задумываться, что же происходит-то. При этом, конкретно в чем выдерживаются первые 7 лет, история умалчивает, и компания тоже. Они на всякий случай нам этого не рассказывают. Ну, скорее всего, дабы не разрушить нашу неустойчивую детскую психику. Может быть, вот так. Объем 0,7. Жаль, что не 0,75, конечно, западло немножечко. Ну, да ладно. Бурбон финиш и бурбон баррелс. Продакт оф Скотланд. Шотландцы, вы охренели, понимаете? Я даже вот эту вот магнитку магазинную отзеру. Шотландцы, вы охренели. Вы начинаете что-то выдумывать. Вы начинаете что-то придумывать. Что так плохо все с вискарем, да? Наконец-то люди начали смотреть алкобарды и понимают, что самогон, по недоразумению, попавший в бочку, является все-таки самогоном. Но да ладно, на этой радостной ноте будем открывать все-таки 7 лет. В отличие от стандартной, насколько я помню, трешки, ну, должна быть какая-то разница. Должна быть. Ну, вот сразу же то, что нарушает мой, так сказать, покой. Понимаете ли в чем дело? Я смотрю на пробку. Дикий пластик какой-то, абсолютно дикий пластик, непонятный. То есть это не классика. Это не классика абсолютно. Оно так быть не должно. Но мы имеем балантайнс, который выпускается энное количество лет. До хрена, до хрена коих уже прошло, как говорится. И мы имеем пластиковое это, пластиковое это. Ну, пошло, господа шотландцы, пошло. Поэтому в первую очередь я буду наливать именно в рюмку. Да, по-моему, клиент немножко офигел, который проезжал мимо на велосипеде. А мы сегодня отъехали от Несвежа в какую-то деревеньку с поэтическим названием Микуличи. Я, кстати, когда-то здесь уже что-то снимал из водок. Ну, мы немножечко поменяли локацию. Но вот мне понравилась та самая золотая осень и отсутствие ветра. Просто ветер сегодня ровно вот оттуда, а там сегодня лес. Ветра не будет. Запах. Не понял. Лучше. Справедливости ради замечу, что спиртозности в запахе нет вообще. Иногда, знаете, бывает еще спиртом так вносяру бьет. И вы сразу понимаете, что сей продукт, мягко говоря, низшей ценовой категории. Здесь пока все хорошо. Но из рюмки он абсолютно никакой. Вообще никакой. А стоило это, простите, где-то в районе 20 баксов. То есть за 20 баксов я получаю что-то никакое, мне обидно. А вот тут уже... Знаете, я сразу вот сейчас что-то вспомнил. Говорят, бурбонные бочки дают сливочные тона. Я никогда этого не понимал вообще. Просто какие нахрен сливочные тона в бурбонных бочках? Оно! Оно! Вот это вот те самые сливочные тона. Ладно. Первое будем пить по обыкновению из рюмки. То есть из той посуды, из которой это будет употреблять 90% потребителей данного напитка. Вообще промолчу. Вообще просто промолчу. Давайте спишем это на то, что это первая рюмка, что я ее долго ждал, что я эту бутылку собирался записывать. Вот на следующей неделе запишу. На следующей неделе каждый раз. На следующей, на следующей, на следующей. И только сегодня мы до этого добрались. Я сказал, все капец, золотая осень. Я хочу вот эту семерочку записать. Но, нет, после второй. Все скажу после второй. Сейчас что-то мне откровенно грустно, если честно. Вот пахнет хорошо. Пахнет реально хорошо. Это вот те самые сливочные тона, обещанные нам ранее. Кстати, как-то выпускал одно из видео. И сказал, что вискарь вообще пить надо охлажденным. Как коньяк, в общем-то. И народ на меня что-то начали наезжать в комментариях. Типа, да ни хрена ты не понимаешь. Ребят, а вы поизучайте. Как правильно? Вы немножко, может, те, кто это пишут, путаете из морозилки и охлажденным. Так вот, вискарь должен быть охлажденным, в отличие от комнатной вашей температуры. Если у вас в комнате 20, вискарь должен быть там 14-16. Это не значит, что надо его пихать в морозилку. Это значит, что он просто должен быть прохладнее. Да, надо было записывать водку. Я не про вискар, сейчас я не про вкус. Я просто вот так запрокидываю голову, и надо мной вот эти березки, последние листики желтенькие. Березка, березка, мне б столько почек, как у тебя. Романтика. Романтика. Вторая пошла ожидаемо лучше, но, честно говоря, я не понял прикола. То есть, вот как по мне, оно не должно стоить этих денег. Хорошо, балантанец, у вас эксперимент. Да, вы молодцы, вы в разгар той самой пандемии, о которой я уже говорил, выпустили. Но, ну такое, ну такое. То есть, вот так, чтобы этим восхищаться, нет. Ну, нету. И я сейчас понимаю, что не зря я там наложил в свою потребительскую корзину разного. Разного. Потому что, скорее всего, сейчас кое-что понадобится. Во-первых, понадобится мне, знаете что? Хурма. Мне недавно один довольно авторитетный в вискарном мире человек сказал, а ты хоть раз пробовал закусывать хурмой вискарь? Я, кстати, не помню, пробовал или нет, но много миг через меня прошло. Но я что-то заинтересовался. И мы с женой поехали специально хурму нашли. А хурму вне свежетот еще квест, кстати. Так, чтобы нормальную хурму. То есть, можно найти что-то, которым можно гвозди забивать. А так, чтобы более-менее чуть-чуть мягенько, это реально тяжеловато. И вот, наверное, сейчас будем пробовать именно таким образом. Потому что я... Я разочарован, блин. Я разочарован. Ну, сейчас, секундочку. Ну, просто для пробы. Разочарован. Серьезно разочарован. То есть, обычная трешка Балантайнс, как по мне, реально, простите, но лучше. Да. Печалька, печалька. Поэтому будем пробовать из рюмки и с хурмой. Поехали. Не, хотя в послевкусии есть интересное вот, ну, такое, такое что-то, нечто. Но оно не оправдывает этот ценник. Я бы даже, знаете, сказал, наверное, ну, обычно все говорят, ванильный привкус в вискарях. Вот я бы это обозвал сливочно-шоколадным. Вот, наверное, так. Но это резко. Это резко. Это неожиданно резко в сравнении с запахом. Закусить забыл. Простите, сейчас. Не то. Не то. Поясняю. Вот, например, коньяк с персиком прекрасно заходит, потому что коньячное послевкусие остается, а убирает спиртуозность, если оно есть, вот то, что нам не нужно. То есть, оно уже то, что нужно, внутрь попало, и мы радостны. В данном случае оно убило все. То есть, может быть, конечно, хурма с вискарем и прекрасно, если вам надо заглушить привкус того самого вискаря, который вы пили. Тогда да, тогда не спорю. Но здесь что-то интересное все-таки в послевкусии было. Поэтому хурма не вариант, не вариант. Хурму складываем обратно. И пьем четвертую, господа. Ту самую определяющую. Запах. Пахнет реально, вот просто классно. Пахнет классно. Это хочется пить еще и еще. Но мы наконец-то выпьем. Это можно пить. Это можно пить. Это даже несколько интересно, я бы сказал. Вот где-то сейчас, может, уже и распробовал. Но мое твердое нет. То есть, за эти деньги я это брать не хочу. Может быть, оно останется стоять. Гости приезжают, а есть у тебя вот это есть. На, 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 вот пей. Но то, чтобы я это пил с удовольствием, с каким-то, наверное, нет. Хотя вот тот сливочно-шоколадный, как я его обозначил, вот он присутствует. Он присутствует, но при этом на глотке довольно такая жесткая спиртуозность, которую я просто не ожидал. И, наверное, сейчас будет маленькая пауза. Я кое-зачем схожу в машину. Сейчас, секундочку. Я совершенно внезапно понял, что я это все-таки брал с собой. Но в корзине этого не было. Да, господа, это не было в корзине, потому что я жену попросил прихватить под конец уже, когда задумался. А вдруг, да, да, господа, мы будем пить это с пивом. Наверное, по старой шотландской традиции. Они это дело мешают, а мы чем хуже. И, может быть, так будет даже приятнее. Поэтому это пока не заключительное. Это предзаключительное, такая промежуточная, промежуточная, под которую я буду, наверное, первым человеком, который смешал семерочку балантайнс, который выдержан в бурбонных бочках дополнительно, с лисским бархатным. Ну, поехали. Вы смотрите, какой цвет благородненький, а? Ну, реально, это же прекрасно. Вот видно, не видно, как там на просвет. Я вот сейчас не могу понять, потому что не могу понять, откуда свет идет. Солнышко-то садится, машинки-то ездят. Давайте хотя бы рюмку спрячу, а то вообще сейчас обзавидуются. Ну, как рюмку, бокальчик-бокальчик, да. Обзавидуются, заплачут, а они там за рулем подтормозили, посмотрели, проехали дальше. Ну, за балантайнс с пивасиком. Господа, это было офигенно. Вот это вот сейчас просто сделал для меня эту запись. Я не знаю, может, кто-то из вас побежал блевать, у кого желудочник слабенький. Может, кто-то из вас уже выключил к этому моменту. Но вот это было реально офигенно. Короче, давайте я налью заключит, но наливать буду сюда же. Сейчас чуть-чуть хотя бы так вытрахнем капельки, попробуем. И я скажу вам следующее. Стоит ли это брать? Вы знаете, попробовать стоит. Это напиток такой на любителя, но вполне вероятно, он вам зайдет. Да, вам будет жалко потраченных на него денег, особенно после того, как вы его нежно понюхав проглотите. Скорее всего, так и будет. Возьму ли я еще раз? Однозначно нет. Вот просто однозначно нет. Да, балантайнс, конечно, спасибо за эксперименты, но они не всегда удачны. Выдержка в бурбонных бочках, сомнительный пиар-ход, то есть, ну, с моей точки зрения, ну, надо было изобрести что-то новое. Видать, балантайнс вообще перестал продаваться, надо было что-то ухреначить. Взяли пару бочек, которым было по 7 лет, там мы ничего не... Ну, как, утрирую, конечно, ну, пару бочек. Выдержали еще дополнительно и сказали у нас новый напиток. По... дайте еще чуть-чуть сюда капну, потому что так и не высказался четко по послевкусию этого дела. Знаете, я сказал про спиртуозность, которая прет, да? Не дали, как 5 минут назад. Это не спиртуозность. Спиртуозность прет не так. Вот я это называю привкус дешевой водки. Вот это вот сейчас было оно. То есть, вроде бы тебе ничего не жжет, но так тебе печально, прям кобздец. Вот это вот оно. То есть, здесь эксперимент, конечно, не факт, что удался. Хотя, стоит ли попробовать? Попробовать стоит. Но покупать из-за этого бутылку не стоит однозначно. Это проще зайти куда-нибудь в бар, где оно есть, попросить налить вон из той бутылочки. Попробуйте решить, нужно ли оно вам. Довольно спорный напиток. Реально спорный. И я до сих пор не могу для себя решить. То есть, ну как? И обосрать, простите, это нельзя. Потому что это пивабельно. И похвалить я ни за что это не могу. Потому что оно, ну может быть, как не мое, я не знаю, как хотите, решайте. Но с пивом-то как классно зашло. Вообще просто волшебно. Поэтому заключительное будем пить за вас, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что ждет следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью. За вот эти последние дни золотой осени. За вот эти вот мигуличи на заднем плане. Потому что мы это место давно заприметили. Понимаете ли, вне свежский район самый ненасыщенный по лесам в Беларуси. Обычно все, лес, лес, лес. А тут поле, поле, поле. И вот, наверное, за вот это вот поле. Да там машина едет, я уберу бутылку. А то сейчас начнут нервничать, вообще капец. Они все притормаживают, смотрят, облизываются, плачут, страдают. Наверное, за то, что есть реально съемочное место, где нету ветра, когда он есть во всех остальных местах. И все-таки за этот самый Балантанзи. За их эксперименты, за вот... За то, что он прекрасно заходит с темным лицким пивом, возьмите на вооружение. И за то, чтобы все у нас у всех было хорошо. Заболтался уже, поехали. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok